Говорит радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен двум новым книгам. В издательском доме «Зебра Е» вышла книга Елены Щаповой «Дек Орли» Эдуард Лимонов «Письма любви». В апреле она была представлена на книжной ярмарке «Нонфикшн» в Москве. Поклонникам Лимонова не нужно объяснять, кто такая Лена Щапова. Девочка из хорошей семьи, юная Этуаль, столичного андеграунда 70-х, она ввела провинциального поэта в свой круг, стала его возлюбленной, женой и музой. Теперь она живет в Риме, носит титул «Графиня», но Лимонов, как видно, не отпускает ее. Большая часть книги – это письма Лимонова к Елене. Они – сбивчивые, задыхающиеся, искренность в них смешана с цинизмом и злобой на весь мир. И комментарии адресата к этим письмам. Это и запоздалые ответы Эдички, и рассказы о людях и обстоятельствах, о которых он пишет, и о себе тогдашней. Почти каждый комментарий – самостоятельная новелла. А еще в книге есть воспоминания о детстве и беззаботной юности, и о знаменитостях, с которыми ее свела судьба. О своей книге Елена Щапова-де-Корли рассказала Владимиру Абаринову. Я очень рад, что я прочел эту книгу, потому что я как будто встретил такого родного, близкого человека. И вообще мне нравится, что вы не пощадили некоторых селебритей, вот Плесецкую, например, или Татьяну Яковлеву. Но, с другой стороны, им можно, им надо все прощать. Плесецкая ведь и правда не замечала, что вы тащите за ней сумки. Не знаю, может быть, замечала, но просто ей было так удобно, чтобы за ней тащили сумки. Сумки тяжелые, Володя. Эти люди все принимают как должное. Да и вы должны все принимать как должное. Мне кажется, что ваши комментарии к письмам Лимонова интереснее самих писем. Но это не выпрек ему, потому что он писал в ППХ, понятно, во власти эмоций, а вы обдумывали свои ответы на холодную голову. А вот тогда-то вы ему писали? Да, вот мои письма пропали, Володя, вы знаете. Они сосчезли, и вот я уже потом пробовала их как-то найти, и никто не знает. Хотя у меня там даже есть одно письмо, которое я никогда не публиковала, так оно у меня осталось, где он пишет, у меня все лежат твои письма, целая пачка, перевязанная розовой ленточкой. И где вот эта пачка с этих писем, перевязанной розовой ленточкой, никто не знает. Она пропала. Я не знаю, то ли он все-таки сам их сжег, ты знаешь, все это может быть, а, вот уже, как говорится, перед смертью. То ли какая-нибудь там девица, с которой вот он жил в последнее время, может быть, у кого-то они остались, и кто-то не хочет их отдавать. Может быть, ждут моей смерти. Вот я задумался, а как вас представлять? Кто вы, поэт, модель, сушалите? Я все-таки поэт, Володь, конечно. Я так и мастан. Все остальное – это такое прикладное искусство, скажем так. Вот, а я все-таки поэт. А вот мне кажется, что ваше призвание – это просто жить, жить полной жизнью, не думая о последствиях. Потому что, когда вот читаешь вашу книгу, ваша жизнь – это представляется, как такой французский фильм, знаете, с Бельмондо, Делоном и Джейн Биркин. Ну, так поэт так и должен жить. Поэтому это он и поэт, он же не бухгалтер какой-то, но вся его жизнь должна быть такой, а? Иначе, что же это за поэт, если, как говорится, вся его жизнь, конечно, не полна ни приключений, ни каких-то фантастических похождений. Ну, поэтому в жизни поэта должна быть поэзия, а? Я, между прочим, из лимоновских произведений знаком и с его искусством «Кройки и шитья». Я еще застал в Москве людей, которые донашивали брюки лимоновского пошива. Брюки он шил отлично и брал недорого. А потом, когда мы поженились, я сказала, нет, цена теперь меняется, ты теперь женатый человек, брюки стоят дороже. Он очень не брекался, не хотел, я сказала, ну-ну. И ты знаешь, никто даже, как говорится, и брови не повел, а? Когда он повысил цену. Ну, вот, если вспомнить вашу московскую еще молодость, когда вы вели такой беззаботный образ жизни, как вы представляли себе свое будущее? Ну, хорошо, художник Щапов, но и тот же Генрих Сабгер писал детские стишки ради прокорма. И лимонов не имел шансов быть напечатанным в СССР. А вот что вы думали тогда? Какое будущее вам уготовано? Или вы не думали об этом вообще? Я не думала, Лава, совершенно. Я был легкомысленный человек, который совершенно не думал о будущем. Впрочем, как и сейчас. Я как-то о будущем никогда не задумывалась и не задумывалась. Я же всегда живу сегодняшним днем. А о политике вы думали? Вот, например, ваш конфликт с отцом, это было о чем? Нет, ну, это совершенно не политический вопрос. Конфликт с отцом, это скорее конфликт моральный, конфликт двухпоколений, но никак не политический. Скорее, мне не доставало отцовской любви и отцовского внимания. Тем более, понимаешь, я был поздний ребенок все-таки. Да, ну, поэтому, когда были поздние дети, понимаешь, я была избалована, я была очень хилая. Поэтому с отцом отношения у меня как-то... Я его и любила, и боялась, понимаешь. Меня воспитывали чуть ли не мурштре, а чуть чего, можно было и ремнем. Вот, и меня, как говорится, могли излупить. У меня было, скорее, воспитание мальчишечья, чем девичья, а. Да, это я оценил, такая хулиганка. Вот, когда вы с Лимоновым собрались в эмиграцию, у вас был момент колебаний? Володя, ну, просто не было другого выхода, потому что у Лимонова тогда не было прописки московской. Нас очень сильно прихватили, вернее, его прихватили, а, КГБ. Поэтому, естественно, единственный выход, я просто заставили уехать. Мы не собирались, но так как моя мама с трудом, в общем, ему дала прописку, только потому, что ему сказали, что мы уезжаем. Вот, иначе Лимоному грозил, что его там должны были выслать, посадить. Была угроза, что его посадят за тунеядство, за то, что у него не было прописки. В конце концов, просто сказали прямо, что вот давайте уезжайте, и все, что вы здесь совершенно лишний элемент. Нам ничего другого не оставалось сделать, поэтому мы уехали. Причем нас выдали очень быстро, а мы даже не ожидали. Визу дали с какой-то молниеносной быстротой. Люди обычно ведь ждут визы месяцами, а нам же это выдали буквально, я не знаю, за несколько недель. Мы были на море, когда позвонила моя мама и сказала, что вот уже вам пришла виза, вызов, и вы должны уезжать. Мы совершенно были даже не готовы. Мы выехали, я говорю, что с одним там маленьким чемоданчиком. Никто даже не думал, куда мы едем, что мы едем. В общем, это была, конечно, таща авантюра. Безумие, полное безумие. Еще безумство храбрых поем и песни. Но родители-то не пытались вас отговорить? Родители нет. Родители не пытались отговорить совершенно. И отец как раз был за. Он потерял работу. Вот, между прочим, его выгнали из университета сразу же. У него были большие неприятности, он потерял работу. Так как коже ему, в общем-то, было плевать. Он пошел там на пенсию и все. Но из университета он полетел. В книге Эммануэля Каррера, по которой Кирилл Серебренников снял фильм, там есть эпизод вашей встречи перед отъездом с первой женой Лимонова, Анной Рубинштейн. И Каррер пишет, что это была сцена в духе Достоевского. Она, мол, валялась у вас в ногах, обливалась слезами. Я только не понял, она умоляла вас о чем? Отказаться от Лимонова? Я ездила с Лимоновым в Харьков, это было, да. Но Каррера врет, как говорится, дорого не возьмет. И никаких там душераздирающих сцен Достоевского не было. Совсем, хотя Анна Мессивна и была безумная, но ничего такого особенного я не помню. Чтобы кто-то там болелся, кричал, хвизжал. Вообще, книжка Каррера довольно отвратительная. Человек, который обо мне пишет в гадости, причем не зная меня, совершенно никогда со мной не встречался, никогда со мной не говорил. Хотя это было довольно легко сделать, тем более, если я живу в Италии, а он живет в Париже. Ну вот очень смешная история, как вы перепутали двух Миллеров, если, конечно, вы ее не придумали. Нет, я не придумала. А вам приходило в голову, что тропик рака и Эдичка очень похожи? Приходило, да, 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 да. Ну, Лимонов читал, конечно, тропик рака. Да, конечно. Ну, вот своей какой-то интонацией, своей такой непрекаянностью, таким антибуржуазным пафосом. Ну, и одержимостью секса, конечно. Я думаю, что он очень любил эту книгу. Вот когда все увлекались тропиком рака, вот она всем очень нравилась. И поэтому, конечно, он был, я думаю, немножко под ее влиянием. Вот вы пишете, что Лимонов был закомплексованным человеком. Это вот цитата. И что он никогда не простил вас за то, что вы назвали его один раз ничтожеством. Все, что с ним произошло потом, после Эдички, это вот Балканы, этот национал-большевизм, вождизм, вот это имперство, не есть ли это все попытки избавиться от комплекса? Думаю, что да, потому что он хотел все-таки мне это все доказать. Доказать, что это не так. Потому что я его всегда держала, конечно, на том уровне, на каком он не хотел быть. Он это чувствовал, а не потому, что я это, как говорится, это было подсознательно. Я его очень любила, а, Володь? Но подсознательно я всегда его чувствовала. У нас какой-то был такой социальный барьер, а. Вот так вот. Он это чувствовал, и это проявлялось где-то, естественно, в наших отношениях. Вождем была я в нашей семье. Вот об этом я хотел отдельно спросить. Потому что я думаю, что при всей своей преданности, любви, в которой, как вы пишете, и потонуть не страшно, вы никогда не хотели быть сексуальным объектом, хотели быть личностью. И мне кажется, что именно в этом заключается ваш конфликт с Лимоновым. Потому что в таких парах из двух ярких индивидуальностей одна должна уступить. Надо делать ставку на ту лошадь, которая резвее. Но ни у него, ни у вас это не получилось. Наверное, нет. Вы знаете, вот передо мной сейчас, это не вошло почему-то в эту книгу, случайное интервью с Эдуардом Лимоновым. Он мне звонил в Рим. И я однажды с ним сделала интервью. И вот если хотите, я просто прочту, потому что это очень забавно. Вы любите свое тело? Да, летом. Когда у вас нет денег, вы предпочитаете поехать на метро или на такси? У меня их все время нет. Вы любите делать подарки? Я этим искусством еще не обладаю. Надеюсь научиться. До скольких лет вы думаете прожить? Думаю, умру в этом году. Что с вами будет после того, как вы умрете? Меня все будут любить. Вы нашли идеал женщины? Да, моя бывшая жена Леночка. Что в женщине вы цените больше всего? Женщина должна быть, блядь. Есть ли у вас комплекс Ленина или Наполеона? У меня комплекс моей бывшей жены Леночки. Вы думаете, что Иисус Христос страдал от того, что был сыном простой женщины? Я не знаю. Какой цвет кожи будет преобладать через две тысячи лет? Фиолетовый. Какое искусство уцелеет, если мир погибнет? Мое. Вы любите спать? Люблю. Советские диссиденты – это партия. Жалкая кучка псевдоинтеллигентов. У них есть программа? Какая у них к черту программа? Вы любите одиночество? Я ненавижу. Солженицын – ваш друг. Его дети читают мои произведения в туалете. Вы думаете, советы хотят захватить весь мир? Я хотела бы, чтобы они захватили весь мир. Когда умер Сталин, вы плакали или торжествовали? Я плакал. Кем вы мечтали стать в детстве? Сексуальным маньяком. Вы много пьете? Ужасно. Что вы думаете о Китае? Их слишком много. Ваша оценка Муссолини? Я не знаю о нем очень хорошо. Вы предпочитаете покупать дорогие или дешевые вещи? Дорогие. Когда вы приехали на Запад, это совпало с тем, что вы думали о нем в России? Если бы не моя жена Леночка. Живая на Западе, вы разочаровались? Конечно. Вы страдаете ностальгией? Да, по моей жене Леночке. Каких животных вы любите больше всего? Червей люблю. Мы с ним расстались и поругались. Ну, скажем так, расстались и поругались после книги Каррера. Тут я залезла на стенку. Я ему сказала, что все, больше не звони. На этом все закончено. Это безобразие. Ну, а Лемонфид такой человек. Чем больше пишет, тем лучше. Какая ему разница, если гадости, не гадости. Самое главное, чтобы было написано. А какие там гадости, это уже не важно. Что вы все-таки чувствовали, когда вас привели в этот замызганный подвал, в этот штаб нацболов, и вы пьете три семерки вместо Дома Периньон? Какие ваши были ощущения в тот момент? Ты знаешь, сердце вообще очень сильно билось, потому что я Лимонова уже не видела несколько лет. И я готовила эту встречу. Была для меня какой-то очень такой сентиментальной встречей, наверное, все-таки. В Батырхе я не ожидала очутиться в подобном заведении. А во-вторых, где-то это еще и было разочарование какое-то. Хотя после того, как мы выпили три топорика, или сколько их, так как называется, семь топориков, портовишок этот, да. И, естественно, сразу же отношения более стали теплыми, и мы стали разговаривать иначе. И тут он испугался, потому что он боялся, что вдруг опять все начнется по новой. Потому что у нас была какая-то удивительная стяга друг к другу. Такая нить, которая тянулась, невидимая нить, мистическая нить, которая нас связывала. Несмотря на то, что мы ругались, мы ругались очень часто. И, тем не менее, то, что у нас связано, это была какая-то мистика все-таки в наших отношениях. Ну вот я считаю Лимонова, конечно, большим писателем, большим поэтом. И когда он, значит, ударился в политику, я поначалу воспринимал его политическую деятельность как такую игру, причуду художника, что он делает это для фана. Как, знаете, Трамп пошел в президенты просто для фана. Он совершенно не собирался выигрывать выборы. Ну вот так же мне казалось и Лимонов. Ведь нацболлы действительно прославились яркими акциями. Их было за что уважать, вот за эту самоотверженность. Даже его тюрьма, это же Оскар Уайт, я уверен, что он думал об этом, когда сидел в тюрьме. Но потом начали сажать этих мальчиков и девочек, ломать им жизнь. И вот этого я Лимонову простить не могу. Вот знаете, у Тома Уолфа есть роман «Костры амбиции». Вот он в костер своих амбиций бросал жизни своих вот этих юных последователей. Знаете, горе меру от соблазнов, ибо надо было прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Я совершенно с вами согласна, что вот этих вот детей туда тащить, конечно, было нельзя. Да, да. Он поломал жизнь очень многим людям. Это верно, да. И мне кажется, что он совершенно как бы не думал об этом. То есть он считал, что вот эту жертвенность совершенно как бы естественной. Нет, он считал, что он им дает, понимаешь, такое будущее, что он им дает программу, что он им дает новый интерес к новой жизни, а ставит на новую стезю, а революция. Понимаешь, он, как говорится, с своей стороны делал революцию. И этих мальчиков и девочек он тащил свою революцию. И плевать было ему, что там они погибнут, как и многим людям, которые делают революцию. Плевать, кто там погибает. Должны погибать за идею, да. Все. Так, у него была своя идея, а кто за ним следовал, значит, до этой идеи должны и погибнуть. Эдвард Вениаминович упокоился, жизнь закончилась. Ну, а ваше сердце на чем успокоилось или еще не успокоилось? Вы чем живете сейчас? Мне сегодня приснился изумительный сон. Я просыпалась, а потом опять он продолжался, да. Вот это очень редко бывает. И мне приснилось, что как будто бы я умерла. Я очутилась на другой планете, на планете музыки. И это было прекрасно. В общем, были люди какие-то, была музыка, какой-то высший голос мне говорил, да, вот я знаю, что ты любишь прекрасные там платья. И мне понеслись какие-то великолепные туалеты. Мне говорили, что ты любишь драгоценности. Вот, смотри, какие есть прекрасные драгоценности. А что ты хочешь? Я говорю, я хочу попасть на землю, сказала я. Я говорю, здесь очень хорошо, мне очень нравится, но я все равно хочу попасть на землю. И тогда голос слышал, мне сказал, хорошо, ты попадешь на землю, но в виде звездного дождя. И вот на этом я проснулась. И вот в виде звездного дождя я выпала на землю, ты знаешь. И вот мне это очень понравилось. С тобой дненные птицы, непожелания по принуждению тех, кто почему-то ночи боится. Мы с тобой весенние птицы. И наше опасное возбуждение вызывает страх у тех, кто видят весной привидения. Мы с тобой любопытные птицы. Мы знаем белый язык. И нами бы очень гордился птицелов деревенский старик. Смотрите, смотрите, вот птицы. Увы, вымирающий вид. Стихотворение Елены Щаповой «Де Корли». А сейчас о книге, которая не может быть издана в России. Вышла она в Канаде. Это роман «Рейнское золотое», посвященный войне в Украине. Заглючительная часть трилогии «Совпадение». Роман написала Татьяна Сотникова, работающая под псевдонимом Анна Берсенева. 15 ее произведений экранизированы. По ее книгам и сценариям сняты сериалы «Ермолова», «Капитанские дети», «Гадания при свечах» и многие другие. Совокупный тираж ее книг превысил 5 миллионов экземпляров. В 2020 году она уехала в Германию, а в 2023 ее объявили в России иноагентом. Вопросы писательница задавала Марина Аронова. В одном из интервью говорили, что когда поняли, что будет война, когда дописывали «Песчаную розу». И в первой книге, и во второй идет такое нагнетание. Постепенно становится понятно, что война, она неизбежное следствие. Вы тогда это как-то передали помимо того, что логических умозаключений, просто почувствовали, что этим пахнет? Или уже просто поняли, что происходит? Вообще и то, и другое, конечно. И поняла, и понимала, потому что я училась, и проживала жизнь, и представляю себе, чем заканчивают такого рода режимы, и чем заканчивается, когда страну возглавляют люди вроде Путина, которые являются представителями КГБ. Понятно, что у них планы не могут быть мирными. Поэтому логически, конечно, я понимала. А почему, понимаете, ну я же взрослым человеком встретила перестройку. То есть взрослым человеком прошла через 90-е годы, через это время свободы. И нам в личном отношении, в бытовом отношении так тяжело, что когда я очень от многих слышу все эти таки и оки, какой был у нас 90-е, и я понимаю, как сами они в 90-е жили. Я понимаю, что не надо им мне об этом рассказывать. Так тяжело, как было лично мне и всей моей семье. Было мало кому. Все ряда личных обстоятельств и прочее. Но с места все у нас было ощущение свободы. И поскольку мы все-таки люди какого-то умственного труда и каких-то устремлений, и для нас это было важно. Это было не 20-е обстоятельство, что мы не всегда можем купить молока, но всегда можем узнать что-то новое, общаться с какими-то людьми, которые что-то новое говорят, что идет бурная, интенсивная жизнь, в которой, в принципе, ты можешь реализоваться, если у тебя есть такие планы, если ты действительно настроен и воплощать, а не просто грей к случайному. И при всей сложности это было, конечно, время блистательное совершенно, при всей трудности, которую я сейчас понимаю, а так как просто ощущалось. И когда примерно после 12-го года, на 12-м это годы, это еще не было так очевидно, это казалось тоже, что ну все-таки это не может продлиться долго, ну что-то произойдет, но не может быть, чтобы люди спокойно приняли, что их возвращают в какую-то советскую сторону. То после 14-го года это стало просто очевидно. Война же началась в 22-м году, а в 14-м как-то. И когда я смотрела, как все БТР идут по Крыму, как ломают границу между странами, для меня вообще, в отличие от большинства российского населения, не было такого, что какая там граница, подумаешь, что Украина за страна. Все было уже установившееся, устоявшееся, это граница, это другая страна. И когда я видела, что они на весь мир, как говорится, вот это можно, я поняла, что предела этому нет. Раз можно это, то можно все. Вот это я помню просто, это было очень ясное впечатление. Но единственное, у меня еще какое-то время просто сохранялась иллюзия, что люди не допустят. Причем не люди, которые там неподчиненным образом свою жизнь строят, а большое количество людей, которые самостоятельно начали работать в связи с тем, что произошло, когда началась перестройка, и потом, и происходило на протяжении 20 лет. Что они какое-то дело свое отдавали, они почувствовали, что такое иметь собственную, что такое нести ответственность за свой бизнес, за людей, которые с тобой работают. Вдруг приходят какие-то бандиты, и говорят им вообще правил никаких не существует. Мне казалось, что это было встание какое-то, что, я не знаю, как согласовы в управленческой системе тоже, я знала, что это было большое количество, что это совершенно нормальный пример в кеме. Я не верила, что это на долго. Но когда прошло примерно три года, и стало очевидно, что все просто стараются по возможности не делать подлости, но не выражать это в какой степени, то я поняла, что, в общем, естественно, все одно и дальнейшее развитие, и война будет и дальше, и все это будет происходить по самому аттрактивному сценарию. Ну, другое дело, что когда в феврале 22-го, я увидела вот это вот, и ракета торчащая, и это было, конечно, уже просто что-то на третий. Очень многие люди говорили, что они просто не могли ни писать ничего, ни говорить. Было ли у вас вот это молчание, напало ли оно на вас, в каком способе получилось все преодолеть, если оно было? Мне в этом смысле повезло. Я видела это у очень многих людей, отчаяние и ужас. Но у меня это не привело к не менее только по одной причине, потому что как раз в тот момент, когда это все произошло в феврале, я писала вторую книгу этой феврале, «Песчаную розу». Это было через две недели после того, как я написала мне этот разговор одного из героев с сестрой, когда он ей говорит, что хочет интересовать войне, и не будет этого делать, а он врач и альматолог, и он понимает, что ему, в общем, это будет не избежать, если война началась. То есть что воевать с Украиной не будет. Лучше всерьмо, лучше погибнуть, но только не. Я это написала, и через две недели началась. Это было написано просто потому, что я так чувствовала. Здесь не было какого-то логического вычисления в тот момент. Просто эта книга уже летела в финал, и я уже включилась в тот ритм, который наступает, когда ты входишь в этот поток восстановления. Так в начале не бывает. И поскольку я уже в этом потоке находилась, то мое отчаяние, моя ярость выразила в том, что я просто интенсивно очень пересвала. Как раз противоположный эффект произошел. Может быть, если бы я находилась в этот момент, книга была покончена, или я не знала бы, что буду делать дальше, то тогда было бы иначе. Вот и отчаяние и ярость подхлестнули меня в этой работе, пожалуй. Ну, а потом я стала вести телеграм-канал, который у меня раньше был. Литературно чистый. Ну, какие-то интервью выходили, выходили новые книги, или какие-то лицензии свои, я так опубликовала. Я его сделала таким развлекающимся на современную ценность. Про Венецкое золотое говорят, что это первая книга о войне на русском языке, и русский человек написанная. На мой взгляд, это не книга о войне, это книга о том зле, которое никуда не делось, и все становится сгущается, и прорывается все сильнее и сильнее. А война – это только одно из проявлений этого зла. Да, конечно, это так. И о войне именно в этом смысле. Потому что, ну, так чисто сюжетно, война, там присутствует и война Вторая мировая война, и война нынешняя России против Украины. И в этом смысле это первая книга о войне России против Украины. Поэтические только будет в этом. А прорыва не было. А там, конечно, это об этом зле, которое, к сожалению, присутствует в природе человека, в природе мира, жизни. И это зло бывает, что оно вырывается на ручку. Разговор с писательницей Анной Берсеневой завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok